Всем привет! Вечер, и я решила, думаю, дай-ка выйду поговорю с народом. Находясь полтора месяца на больничном, я пересмотрела очень много фильмов, старых, советских, потому что уже от мелодрамы я устала, какими бы они хорошими, интересными не были. Есть очень интересные сюжеты, парочку, современные я имею в виду. Посмотрела несколько фильмов с таким психологическим сюжетом, очень интересно, там, где надо думать, где надо рассуждать, оценивать. Такие тоже посмотрела, мне понравились. Но решила я вернуться к советским фильмам. Иногда я пересматриваю старые фильмы, наши любимые. И как мне казалось, что я очень... Ну, нет таких фильмов советских, которых я бы не видела. Но, как говорится, не тут-то было. Оказалось, что таких фильмов очень-очень много. И какие-то я посмотрела, они уже для меня не новые, а хорошо известные. Многие даже наизусть, знаешь, да? Ну, и посмотрела фильмы, которых почему-то раньше я не видела. Ну, у меня такое предположение, что, может быть, они где-то лежали на полках, потому что, ну, это мое личное предположение о том, что, ну, допустим, в некоторых фильмах были актеры, которые во времена так называемого периода застоя уехали на Запад. Ну, тут более-менее понятно, почему других фильмов не было на экранах. Может быть, они и были, я не видела, но их оказалось довольно большое количество. Но дело даже не в этом. Я не поэтому решила сегодня поговорить. Как многие из вас, я или во время просмотра, или после просмотра фильма, или до того, как начать смотреть, я читаю комментарии, что, собственно, не удивительно и не ново. И вы знаете, вот просто там масса комментариев, там по 400 есть, и по полторы тысячи комментариев. И все люди, я уже об этом говорила однажды, и все люди жалеют о прошедшем времени, о том, что, как хорошо мы жили в Советском Союзе. Я с ними согласна? Я согласна. Сейчас вы поймете, в чем я с ними не согласна. И многие пишут, что, ну, да, какую страну мы потеряли, какие были люди, ценились человеческие качества, такие как благородство, порядочность, вот все это, честность, справедливость, доброта, отсутствие подлости, борьба за человека, который, допустим, ведет неправильный образ жизни, да, ну, кто там в советское время, тунеядцы, да, были, ну, тот, кто просто не хотел работать. И вот идет борьба за этого человека, да, всем коллективом болеют, переживают, ставят его на путь истинный. Одним словом, это все называется порядочность. И вот в каждом комментарии об этом говорится. Куда все это ушло? Как хорошо мы жили? Что с нами случилось? Так вот, у меня тот же самый вопрос. Если люди, которые пишут эти комментарии, там многие указывают свой возраст и говорят, что вот в таком-то году, там, 78-й, 75-й, 80-й, 83-й, 84-й, мне там пишут, было столько-то, столько-то, столько-то лет. А сейчас, значит, ничего этого нет, все, у меня вопрос, а куда же это все девалось? Так это надо у этих людей спросить, которые пишут эти комментарии. А что с вами случилось? Если тогда вы были порядочными, то что мешает вам быть порядочными сегодня? здесь и сейчас? Что произошло с людьми? Время другое. Время другое, да. Но времена не выбирают. Оставайтесь порядочными людьми в любые времена и в любой ситуации. Не делайте другим гадости, подлости. Не завидуйте. Не подставляйте другого. Что вам мешает сегодня? Очень многие считают, ну, чуть ли не позорным быть честным человеком, порядочным человеком. Ну так если вы не можете изменить, значит, дело в вас, самих. Меняйтесь сами. Что за проблема? Для меня это непонятно. Ну ладно, если бы люди писали те, которые тогда не жили, они могут удивляться. Могут удивляться и говорить, да, действительно, вот раньше вот вы такие были, а что это мы сейчас такие, вот другие совсем. Но если вы жили тогда, если вы сокрушаетесь именно человеческими качествами, то, что там была стабильность, да, это одно дело. А именно вот о человеческих качествах, о том, что люди, ну, перестали быть людьми, как раньше, да, помните? Человек человеку друг, товарищ и брат, да? И как в фильме «Паспорт» сказал Янковский, а сейчас человек человеку волк. Меняйтесь сами. Меняйтесь сами, меняйте этот мир в лучшую сторону. Каждый раз, я просто, вот знаете, мне уже это накипело, потому что меня удивляет это. Все комментарии на одну тему. Многие пишут, верните меня туда, я там, значит, если тебя вернуть в то время, ты будешь нормальным человеком, грубо говоря, да? А если ты живешь в это время, ты перевернулся с ног на голову, ты совсем другой человек. Ну, непонятно. Вот об этом я хотела поговорить за чашкой черного кофе. Что-то мне так под вечер есть захотелось. Перед тем, как включить камеру, я схомячила две вот таких вот сардельки. Посмотрела, сколько там чего. Углеводов жиров. Как это пишут? БЖУ. Ну, думаю, ладно, схомячу. Потому что я не ела, наверное, часов 12, наверное, там поклевала немножко. Вот. Сегодня я еще на больничном, и сегодня с моей работы пришла одна мама и привезла мне подарки. Она мне позвонила перед этим и сказала, что можно я заеду, я хочу передать вам подарки для того, чтобы вы с больной рукой, кстати, вон еще синяк какой, смотрите, до сих пор полтора месяца синяк еще не сошел. Я уже и мажу бальтореном, надо было леотоном или токсилозином мазать. Здесь вот синяк, это вот уже остатки, но все равно очень долго и здесь вот не проходит. Вот. Я сказала, что да, конечно, приезжайте, мы очень мило посидели, за чашечкой кофе поговорили, так душевно, хорошо. И когда она стала уходить, я говорю, так я не поняла, а что это за подарки? Она говорит, я ничего не знаю, вот сказали, вот вам передайте для того, чтобы вы, когда выйдете на работу, чтобы все-таки еще руку не напрягать, чтобы было не тяжело, я вот привезла вам домой. Хорошо, большое спасибо, но я не знаю, к чему это. И, кстати, я хочу посмотреть их вместе с вами. Давайте я вот беру пакет, посмотрим, в связи с чем, я не знаю. Не видела, честно, не видела. Смотрю и достаю прямо вот при вас. Не знаю, от кого, но от родителей, наверное. От кого еще? От родителей моих воспитанников. Вот такой вот, ой, слушайте, не вижу. Чай черный, байховый, вот смотрите, Азер чай, букет. Картинка такая красивая здесь. Так, чай черный, байховый, крупнолистовой. 100 грамм. Ну, попробуем, азербайджанский чай должен быть хороший, вкусный. Так, чайек. Дальше. Ай, я знаю, от кого это. От наших казахских родителей у нас девочка-казашка. Ой, спасибо. Казахстан. А может быть и нет. У нас один мальчик, у него бабушка в Казахстане живет, и они ездили на месяц туда, в Казахстан. Я думаю, что это от них, скорее всего. И посмотрите, какой привезли в подарок шоколад. Казахстан. Так, что тут написано? Какой, не написано, какой шоколад. Просто шоколад. Не написано молочный или черный. А, так, сейчас. А, это ближе к черному, 45% какао. Значит, черный шоколад. Так, вот еще шоколадка с орехами. Орех макадамия, молочный шоколад. Не видел вот такого. Смотрите, это видно тоже, откуда-то, откуда-то, видимо, привезли. швейцарский шоколад. Что-то качество какое-то как-то светло. Наверное, очень освещения много. бельгийский черный шоколад, 50% какао с апельсином. Смотрите, все полезности, полезные. Наверное, разведали, что я черный шоколад ем. В связи с чем эти подарки, ребята, я, вот клянусь, я не знаю. Рафаэла сердечко. Ой, а это что такое? Так, этот пакетик все. А что это такое? Смотрите, смотрите, кто это, зайка? Зайчик сидит. Смотрите, какой. Давайте откроем, посмотрим, что это такое интересное. Это вообще неожиданно совершенно. Так. Ну, не только что, запечатали. От нас не уйдет. Откроем. Это только малышики. это съедобный зайка. Ой, какой милый. Вот, это шоколад, ребята, это, наверное, белый шоколад. Он тяжелый. Смотрите, какой. Смотрите, какой зайчик. Ушки такие. Цветочки держат в лапках. хвостик. Все как положено. Ой, какой миленький. Да, пахнет шоколадом. Угу. Это белый шоколад. Ну, вообще, такая подложечка, смотрите, с сердечками. Такое чувство, что это как 14 февраля. Может, на 8 марта. Я не знаю. Так, дальше. Следующий пакетик. Много как. Вот это я знаю от кого. Это я знаю. Это у нас в группе были, был мальчик с Украины. И вот его мама, она сказала, она мне написала, что они уехали домой, на родину. Все, мальчику надо идти в первый класс. И она сказала, мы там маленький подарочек вам оставили. Вот это от них Рафаэла. Ребята, вот хотите верьте, хотите нет. О такой крошке я мечтала. Я думала, во-первых, кофе заваривать. Вот я хотела именно в такую кружку. Вот это кофеварка Dolce Gusta. И чай. Я хотела снимать видео, когда снимаю такие, которые называю уютные влоги, где без слов. Так, этот пакетик тоже пустой. я хотела вот такую прозрачную стеклянную кружечку. Наверное, не поверят, это мама не поверит, но я действительно очень хотела такую кружку. Легкая, стекло толстое, толстое стекло, но очень легкая кружечка. Вот теперь я буду видео снимать. Спасибо большое Даша и Миша. Спасибо. Очень приятно на самом деле. Так, ну еще пакетик один, последний. О, тяжелый. Та-дам! Бутылочка. Так, что это такое? Вино. Сладкое вино Италия. О, люблю я, ребята, сладкие вина, люблю, сладкие, полусладкие, люблю. Сухое, там пусть кто выпендривается, не люблю кислятину. Полезное, да-да, ну пейте на здоровье. А мы что похуже? Так, конфеты пролине с этим марципан, моцарт. Это вам не хухры-мухры. Моцарт, очень вкусные марципановые конфетки. кофе пролила на скатерть, замечательно. Так, ладно, будем стирать. А, и тут в пакете еще на дне конфетки Таллин. Очень вкусные конфеты, кстати, кто будет в Таллине, обязательно это такие фирменные конфеты, вафельные, похожие на киснет. Ну, может быть, даже вкуснее, потому что здесь ромовый такой привкус в вафельках присутствует, вернее, в начинке присутствует ромовый привкус. Вкусные конфетки, они в разных бывают упаковках, вот такую красную я, кстати, вижу впервые. Вот тут вот в пакетике еще конфетки. Таллин. Вот, спасибо большое, если кто-то, может быть, из родителей смотрит, если кто-то знает, что у меня есть канал, от души благодарю, очень-очень приятно, правда, не знаю, по какому поводу. Выйду на работу, все узнаю. Вот так, ребятушки мои хорошие, всем спасибо, кто был со мной до конца, кто послушал. Пишите комментарии адекватные, неадекватные, сразу отправляются в бан навечно, навсегда. и, короче, забучитесь создавать новые аккаунты. Всем доброго, хорошим людям, обнимашки, целовашки, увидимся, до встречи, пока-пока.